МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопросы армян в Западной Армении. Вопрос расширения мандата наблюдательской миссии Европейского Союза в Армении будет обсуждаться в Бюрселе до конца года. Маркус Риттер. Последний армянин Амасии. Республика Арцах не может быть распущена. Ара Зоурабян. Культурный геноцид Тигранакерти. Государственное телевидение Западной Армении представляет кандидатов депутаты на парламентские выборы декабря 2023 года с просьбой наблюдателей и потенциальный электорат внимательно следить за биографией и деятельностью кандидатов, которые они разворачивают для усиления государства Армении, проголосовав за выбранного вами кандидата. Конец кампании 15 ноября 2023 года. Наше телевидение в ежедневном режиме будет представлять данные кандидатов, подавших заявку на депутата. Виолетта Агайян. Депутат Национального собрания Западной Армении 2-го созыва. Арташе Бурущан. Депутат Национального собрания Западной Армении 2-го созыва. Аида Тертерян. Депутат Национального собрания Западной Армении 2-го созыва. Арман Акупян. Депутат Национального собрания Западной Армении 2-го созыва. Арменуи Саакян. Кандидат депутата Национального собрания Западной Армении 3-го созыва. Артак Адамян, депутат Национального собрания Западной Армении 2-го созыва. Более подробно о кандидатах можно ознакомиться по указанной ссылке. Арутюн Чобанян родился 18 февраля 1993 года в приграничном селе Айгеовид Тавушской области. В 1999 году поступил в среднюю школу, где проучился два года. В октябре 2001 года Арутюн с семьей переехал в город Розданку Тайской области и продолжил учебу в средней школе номер 12 имени Паруняна, отличаясь высокой успеваемостью. В 2009 году окончил школу с отличием. Далее поступил на лечебный факультет Ереванского государства медицинского университета имени Гераци. Сменив факультет с 2011 по 2014 год, Арутюн учился и окончил военно-медицинский факультет ЕГМУ. С 2014 по 2016 год учился и окончил магистратуру военно-медицинского факультета ЕГМУ, получив квалификацию врача по специальности лечебное дело в вооруженных силах. С 2016 по 2017 год учился и окончил интернатуру военно-медицинского факультета ЕГМУ по специальности общая медицинская деятельность в вооруженных силах. В 2017 году Арутюн был командирован в город-гадрут Республики Арцах в качестве врача воинской части. В 2018 году назначен начальником медпункта воинской части. В 2019 году назначен начальником медслужбы той же воинской части. За годы работы получил множество почетных и благодарственных грамот за оказание медицинской помощи раненым военнослужащим, также за организацию лечебной службы на высоком уровне, добросовестно выполнение служебных обязанностей и образцовую дисциплину. 2 июля 2020 года родился сын Рубен. Из-за событий в Тавуши Арутюна отозвали из воинской части гадрута. В августе Арутюн Чобанян поступил в ординатуру по специальности лучевая диагностика. Началась война. 30 сентября 2020 года в день рождения дочери Сары Арутюн Чобанян узнал о гибели друга, героя Арцаха Давида Казаряна. Получив зарплату, часть отдал супруге, на остальные деньги купил лекарства, чтобы доставить на фронт. 1 октября Арутюн Чобанян вместе с врачами курса отправился на фронт. 13 октября Чобанян перевозил раненых на машине УАЗ. Они находились в районе Варанда, недалеко от села Карахамбелий. Территория уже была в блокаде. Группа врачей искала безопасное место, куда должны были доставить палаточный госпиталь. Доктор Арутюн Чобанян с ранеными солдатами и фельдшерами направляли в сторону госпиталя, увы, так и не добравшись. Арутюн, фельдшер и один из раненых погибли. Арутюн Чобанян погиб от снайперского выстрела в голову. Вечная слава павшим в бою героям. 27 августа 1894 года корреспондент Ардзаканг из Карина пишет. Курды, пользуясь царящей анархией, по откровенному приказу правительства вышли за пределы Сосуна и Муша. Напали на армяно-населенные села близ города Муш, распространяя ужас, уничтожая все на своем пути. Добавляя, что многих ждет такое туманное будущее. В любой части страны царит ужас. Передвижение от Карина до Муша Багеша-Сосу даже из села в село приостановилось. Без тщательного обыска было приказано не принимать и не выдавать документы. Выдачи пропусков были запрещены. Под строгим убедительным контролем полицейских все должны быть переданы центральному правительству. Корреспондент заключает. Если так продолжится, армяно-населенные провинции, несомненно, превратятся в необитаемую пустыню. В статье «Восстание сосунцев» газеты «Новый век» 1894 года основаны на сведениях константинопольского корреспондента, хотя не в деталях, но описывается тяжелое положение в Сосуне. Таким образом, несмотря на царскую цензуру, нехватку корреспондентов и другие препятствия, тем не менее, восточная армянская пресса богата материалами о резне в Сосуне. Более того, обобщенный материал важен для изучения истории ужасающих погромов. Вестерн Армения ТВ подытоживает изучение реакции на резню деятельности в восточно-армянской прессе Сосуна 1894 года. С этой целью были исследованы публикации газеты «Мшак», «Нордар», «Ардзакан» журнала «Мурч», которые в 1890-х годах в восточно-армянской действительности осуществляли активную деятельность. Были проведены исследования о фактической резне Сосуна 1894 года. Вопрос расширения мандата наблюдательской миссии Европейского Союза в Армении будет обсуждаться в Брюсселе до конца года. Об этом в беседе с журналистами Вега Игнацзори заявил руководитель наблюдательной миссии ЕСС в Восточной Армении Маркус Риттер. Риттер подчеркнул, что в настоящее время в состав наблюдательной миссии входят представители 23 стран-членов ЕСС, добавив, что есть возможность, чтобы в нее вошли представители всех 27 стран-членов ЕСС. Вопрос расширения миссии будет обсуждаться в Брюсселе до конца года. Мы должны дождаться результатов. Но, как было сказано ранее, из-за событий, происходящих в данный момент, к этой миссии уделяется большое политическое внимание. Коснувшись вопроса о вероятности присоединения третьих стран, не входящих в ЕСС к миссии ЕСС в Восточной Армении, Марку Риттер напомнил, что Канада приняла решение присоединиться к наблюдательской миссии ЕСС. А если у других стран будет такой интерес, этот вопрос будет обсуждаться в Брюсселе. Рафаэл Алтынян Фарук Алтын-Оглук – последний армянин, проживающий в Амассии. Рафаэл родился и вырос в Амассии, работает сапожником, женат на мусульманке. И хотя она говорит, что в душе она армянка, говорить свободно об этом не может. Об этом пишет турецкое оппозиционное издание «Арты Герцек». Отметим, что Рафаэл Алтынян – брат известного в Турции армянского левого деятеля, революционера Карписа Алтыняна, Гарпис Алтын-Оглук. По словам Алтыняна, Амассия – его родина, а он – человек этой земли. Мои школьные друзья знали, что я армянин, когда я брал турецкий флаг, они не позволяли мне. Думаю, поскольку знали, что я армянин. Я это чувствовал. Я патриот, люблю свою родину больше, чем жизнь. Это тоже моя родина, и я человек этой земли, хозяин этой земли. История предков моего деда восходит к 1500 годам. После окончания начальной школы Рафаэль продолжил учебу в школе-интернате Сурхач-де-Преванг Стамбула. Однако из-за болезни менингита и туберкулеза прекратил учебу и вернулся в Амассию. Рафаэль и Гранд Динг были школьными друзьями. В своих мемуарах Алтынян вспоминает Динка так. Гранд был высоким, кудрявым. Я его ровесник, но мало что о нем помню. В школе были армяне из разных регионов Турции. Айко, Оганес, Чирогулу и Замассии, Ранд Динг. Ссылаясь на другой случай, уже со времен службы он рассказывает, что провел военную службу в Сарикаммише, где был избит сержантом. Я почувствовал, что он это сделал специально, потому что я армянин. Алтыняна опечалила разрушение Мерии дома, где он родился и вырос. Больше всего опечалило строительство религиозной старшей школы на армянском кладбище. Я даже не смог защитить могилу дедушки. Хорошо помню, на праздник армян группами шли к месту строительства школы имам Хатиб. Мне никто не звонил и об этом не спрашивал. Мне пришлось похоронить маму на турецком кладбище, и если была бы возможность, я бы похоронил ее на армянском кладбище. Когда узнают, что я армянин, многие отдаляются от меня. И мое единственное желание, чтобы я мог свободно говорить о своей идентичности. Когда меня спрашивают, откуда я, я всегда даю уклончивые ответы. Не хочу рассказывать всем о своей национальности, потому что некоторым это может не понравиться. Я не выбирал быть армянином, но горжусь тем, что являюсь таким. Подписанный президентом Арцаха сам белым шахраманьяном документ не имеет юридической силы. Арцах не может быть распущен. Об этом в беседе с журналистами на закрытом обсуждении с шахраманьяном и депутатами национального собрания заявил адвокат Аразов Рабян. Сок Рабян отметил, что на закрытом обсуждении был обсужден вопрос, что подписанный шахраманьяном документ является поддельным. Подробности он не уточнил, отметив, что противник может это услышать, сделать вывод и приступить к действиям. На вопрос, может ли шахраманьян отказаться от подписанного им же указа, Заграбян ответил, лицо, принявшее правовой акт, может признать недействительным свой предыдущий правовой акт другим правовым актом. Такие инструменты есть. Журналист Седат Мамедова часто ведет антиармянскую пропаганду на своем YouTube-канале. В одном из таких видео с особой гордостью отмечается, что в парке построили бетонную площадку рядом с бассейном, выкопанным археологической экспедицией Тигранакерта, где разместили мангалы. Один из них размещен прямо на краю выкопанного бассейна. В советское время азербайджанцы превратили в ресторан-крепость, построенную в середине XVIII века рядом с источниками. Так что практика превращения историко-культурной среды в кебабную – древняя традиция. Отметим, что до 44-дневной войны в крепости, построенной рядом с Тигранакертом в XVIII веке, располагался археологический музей, а территория парка царских источников была благоустроена и служила площадкой для проведения культурных мероприятий. Превратив парк царских источников в шашлычную, Баку нарушает историю и целостность культурного наследия, а также многочисленные международные конвенции, в том числе Конвенцию ЮНЕСКО о мировом культурном и естественном наследии, документа НАРА, принятого Японии в 1994 году, а также документа, принятого ИКОМОС в Нью-Делли в 2017 году и документов других международных структур. Согласно статье 4 Конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженных столкновений и согласно пункту В статьи 9 Второго протокола 1999 года запрещается любая трансформация культурного наследия, а также изменение способа его использования, что преследует цель скрыть или уничтожить исторические или научные свидетельства. Подрывая истинную традицию наследия, Баку также нарушает положение Конвенции 2001 года о защите культурного многообразия и Конвенции 2005 года о защите и стимулировании разнообразия форм культурного самовыражения, членами которых он является. Действие по изменению функции культурного наследия нарушает также положение Конвенции ЮНЕСКО о защите нематериального культурного наследия 2003 года, согласно статье 11, которой государства обязаны уважать нематериальные ценности, наследие в ней, в зависимости от их происхождения и функции. И в завершении новостей послушаем Мышо Еркери Шаран в исполнении Саркиса Аветисяна. Мышо Еркери Шаран в исполнении Саркиса Аветисяна. Мышо Еркери Шаран в исполнении Саркиса Аветисяна. Мышо Еркери Шаран в исполнении Саркиса Аветисяна.